Девушки отдыхают Я всегда мечтал открыть кабаре, и это место прекрасно для этого подойдет. Нужен только небольшой ремонт. Есть только одна загвоздка. Мне нужны деньги, так что... Если у тебя вдруг случится небольшой перерыв между утопцем и Экимой, может, поможешь старому приятелю? Почему тебе вдруг вздумалось открыть кабаре? Да я годами об этом мечтал. С того самого дня, когда мы были в кабаре в Оксенфурте. Помнишь? Там еще танцовщица висела на люстре. И когда она уже была вверх ногами, то позвала тебя и... Помню. Ну, ну вот. А тут будет еще лучше. Я обещаю. Ну, то есть, конечно, если мне удастся достать средства на ремонт. Чем я могу тебе помочь? Я когда-то встречался с одной девушкой с холастикой. Ее отец купец. Возит пряности из зериканий. И ни в чем доченьке не отказывает. Вот у нее мы и займем. Кажется, припоминаю. Это не та, которую ты бросил, не сказав ни слова. Выскочил за вином и не вернулся. Так вот, зачем я купил ту бутылку. Это было уже довольно давно. Именно. Да и я немного изменился. И поэтому мне так нужна сила твоего авторитета. Ладно, говори, в чем дело. А то я чувствую, у тебя уже готов целый план. Да, после нашего внезапного расставания схоластика на меня, наверное, дуется. Но, думаю, если ты немного поможешь, она меня простит. А потом даст взаймы. И чем я тебе помогу? Давай по порядку. Прежде всего, нужно одолжить тупой меч из реквизиторской мадам Ирен. Ну, знаешь, такой, каким пользуются во время представлений. Когда ты его добудешь, мы встретимся у дома схоластики. Предположим, я соглашусь и схожу к мадам Ирен. А ты что будешь делать? Мне надо еще кое-что закончить. Но обещаю управиться до тех пор, как ты вернешься с мечом. Тогда я тебе все расскажу. Допустим, но... Геральт, в этом плане нет никаких «но». Все будет хорошо, вот увидишь. Возьми меч, мадам Ирен, и как стемнеет, увидимся у дома схоластики. А старик Нуман в прошлый раз мне подарочек оставил. Что? Что он опять задумал? Этот сукин сын говорил, будто помощи расспортил. Голодым еду раздал. «Видал ты этих ведомых, что с Вилины бежали?» «Хамье повсюду!» «Видал ты этих ведомых, что с Вилино бежали?» Девушки отдыхают Девушки отдыхают Бутафорский меч Зачем он тебе? Еще не знаю, но Лютик утверждает, что он ему нужен позарез Я так и знала, что с этим как-то связан мастер Лютик Смею надеяться, вы не собираетесь со мной конкурировать? Прошу Благодарю, постараюсь его не повредить Будьте здоровы Отправляешься в путь или с нами останешься? Безопаснее, когда ты поблизости Не знаю, чего ты ищешь Но здесь ты этого не найдешь Я-то думала, хуже быть и может Мандиры Ну и грозный у тебя вид, твоя митрасть С нынешней молодежи в голове сплошной гоголь бога Небось, вспотел весь С такими-то железяками на спине Без труда не вытащишь и рыбки из пруда О, наконец-то! Послушай, план такой Схоластика обожает авантюрные романы Если я спасу ее от разбойника То стану в ее глазах героем Она будет буквально есть у меня с рук И наверняка не откажет дать мне взаймы немного денег Ты собрался сделать из меня этого разбойника? Ты все схватываешь на лету Ты серьезно? Это и есть твой гениальный план? Ну, я никогда не говорил, что он гениальный Ну, лучше хоть какой-то план, чем никакого Я уже написал твои реплики Что ты написал? Ну, чтобы ты знал, что говорить во время действия Вот И маска Надень ее, чтобы схоластик тебя случайно не узнала Но... Нет времени объяснять О, схоластика идет Действуем по плану Утром встретимся в шалфее Не с места Что? Что происходит? Спасите! Дрожи! От раковица? Ты во власти принца воров Не так быстро Брось меч, мерзавец Это твой единственный и последний шанс Лютик? Да, это я Хотя подонки этого города называют меня Пурпурный Мститель Нет Только не Пурпурный Мститель Молчи, каналья Или пожалеешь, что родился на свет Пурпурный Мститель Пурпурный Мститель снова торжествует Мой герой Ты не ранен? Он меня задел Очередной шрам в моей коллекции Пойдем ко мне Я тебя перевяжу Убирайся отсюда, мерзкий бандюга Или Пурпурный Мститель Пересчитает тебе кости Слышал, что случилось на последних скачках Увидели Будов? Вот Оверский посланник проиграл целую волос Да, да Рожмей Вот вырос Стану сником И что же случилось с этим целителем? Я шел себе Ковылял по своим делам А ты из какой деревни будешь? Из вербитцы? Это в Тимерии Два дня пути от Возимы Как пить дать, чем-то воняет Оставить Кноман в прошлый раз мне подарочек оставил Что? Мне он никогда не... Это какая-то ошибка? Вы пришли слишком рано Договорились на сегодня Вот мы и приехали Материал привезли Рабочая сила рвется в дело Только вы, госпожа начальница, будьте так добры Выбрать декор И мы начнем уже, наконец Но Лютику даже не из чего вам заплатить Кажется, уже есть из чего Или скоро будет Во всяком случае, он над этим работает Ну, все путем Решайте уже, наконец В каком стиле желаете иметь интерьер? Почему ты меня об этом спрашиваешь? Ну, потому что госпожа начальница Что-то не умеет ничего решить А мастер Лютик говорил, что думает между стилем бадуара и театральными декорациями Но к нашему приходу непременно решит Мы уже здесь, а решения как не было, так и нет И госпожа еще в таком удивлении, что должна что-то выбирать Хотя вроде как весь ремонт для нее и затевался Для меня? Только ведь не для меня же Решайте уж, наконец А то меня сейчас кондрактей хватит Не знаю, что больше понравится Лютику Геральт, ты знаешь его дольше? Скажи что-нибудь Может, мы знакомы дольше Но ради меня он ни разу даже носков не переоддел Не говоря уже о том, чтобы устраивать ремонт На самом деле он делает все это для тебя Значит, тебе и решать Хм... Бадуар ассоциируется у меня с чем-то элегантным и женственным Но в то же время с острыми коготками Вот и ладненько Наконец-то Ребята, кончай перекур за работу! Да, вижу, с этим Кабаре все серьезно С тех пор, как он получил это место, он только и говорил о Кабаре Но я даже не думала, что он перейдет от слов к делу Тем более так быстро Может, теперь он даже остепенится? В конце концов, ему придется приглядывать за делами Вот это было бы зрелище Вопреки тому, что о нем говорят У Лютика очень рациональный подход к жизни Это правда Он старательно придерживается принципа, что Чтобы хорошо жить, нужно хорошо развлекаться Не смешно Я не шучу И в этом принципе нет ничего дурного Лютик просто умеет радоваться жизни Но при этом он ответственный Он всегда платит вовремя всем, кто здесь работает Ни разу не завалил ни одного выступления Хорошо бы, чтобы вашей премьеры он тоже не завалил А то его все еще нет Он говорил, что раздобудет денег И забежит к Полли, нашему хореографу А то она в прошлый раз не перешла на репетицию Надеюсь, он не вляпался в очередные неприятности С ним все возможно Схожу его, поищу Чудесно Чудесно Что за крики? Полли ссорится со своим женихом-придурком В этом городе только она разбирается в хореографии А этот баран не позволяет ей на меня работать Погоди А что ты тут, собственно, делаешь? Мы должны были встретиться в шалфее Должны, но тебя не было Присцилла начала волноваться И я пошел узнать, что с тобой Она волновалась из-за меня? Это так мило Для нее, в отличие от тебя, не слишком Так что идем обратно Ты не слышишь, что там творится? Надо помочь Поле И почему красивые женщины всегда связываются с такими козлами? Понятия не имею Отойди, я выбью дверь Погоди Может, не будем сразу разносить ее дом? Где-то здесь у нее был запасной ключ Откуда ты знаешь, где у нее запасной ключ? Ну, мы ведь не вчера начали вместе работать Еще до того, как Поле сошлась с хук Ты частенько ее навещал? Я торчал здесь, когда Присцилла репетировала с Поле в шалфее и розмарине Девушки работали над танцевальными номерами, а я сочинял музыку То есть, Поле это не одна из твоих... Я не смешиваю личную жизнь и работу Если речь не идет о Присцилле Присцилла, как ты мне только что сообщил, волнуется Так что хватит болтать и давай искать ключ Ладно, давай искать Нашел что-нибудь? Тут его нет Тут его нет Вот и ключ Какого дьявола? Убирайтесь из моего дома! Смени тон и оставь эту женщину в покое Это моя невеста Но не твоя собственность Я люблю тебя и не позволю, чтобы ты сверкала задницей в этом его борделе Минуточку, минуточку Вижу, тут произошло ужасное недоразумение Я вам сейчас мигом все объясню Засунь себе в жопу свое объяснение, понял? Убирайся отсюда, или я тебе рожу расквашу Мой друг вежливо просит, так что сделай мне одолжение и выслушай его Или мы поговорим по-другому Ну ладно, говори Хуби, верно? Поля много о тебе рассказывала Она говорила, что ты эрудит, что ты всегда открыт к новым идеям Ты так говорила? Ну, правда, я человек открытый Но моя открытость заканчивается там Где моя невеста начинает вилять попой по борделям Убирайтесь отсюда, оба! Поля никуда с вами не пойдет! Дай ему закончить Речь вообще не про бордель Видишь ли, приятель Геральт верно говорит То, что лежит на столе Это старый плакат Старый? Очень! Еще с тех времен, когда владельцем заведения был другой человек Я бы никогда не допустил, чтобы в моем кабаре творились какие-либо бесстыдства Мне репутация не позволяет Так что ты вообще тогда затеял-то? Твоя невеста классная артистка И я хочу, чтобы она занималась делом, достойным ее таланта Она будет хореографом А это означает процент от каждого представления, которое я ставлю Значит, деньги? И слава И никакого виляния попой Вот тебе мое слово Ну, раз так Я знала, что ты согласишься Значит, решено До встречи в шалфее, Полли Ну, я побежала Я тебя догоню Фух Я думал, что будет хуже Неплохо ты все устроил Когда ты назвал его эрудитом, он окончательно обалдел Самое важное в переговорах Быстро найти чувствительное место оппонента И нужным образом на него надавить Ну что, возвращаемся? Мне нужно еще заскочить к Латраку Я давно заказал ему новые плакаты А у Хуби все равно была старая версия Сейчас кому-то придется долго объясняться Кто такой Латрак? А ты о нем не слышал? Генрих Латрак Известный художник-портретист Ты заказал рекламные плакаты у портретиста? Это мой старый знакомый Ему как раз были нужны деньги Я решил, что для нашего первого представления Плакаты не помешают Зрительный зал сам собой не наполнится Так, я схожу к художнику А ты возвращайся в шалфей А то пристыло намылик мне шею Правда? Сходишь? Еще минута, и я передумаю Говори, где он живет В портовом квартале Я скоро вернусь Я же хотела перины посушить Мы видали то же, что нет Мы видали то же, что нет А? Я ищу некоего Латвика. Не ты один. Этот сучий низушек в долгах у половины города. А я как раз собираюсь получить своё. На всех тут не хватит, так что убирайся отсюда. Кто успел, тот и съел. Ты не будешь его грабить. Вот тебя забыл спросить. А ну-ка дай ему, Фред. Я передо пожалеешь, Фред. А ну-ка дай ему, Фред. А ну-ка дай ему, Фред. А ну-ка дай ему, Фред. Никак вы, блядь, не научитесь. Чего тебе нужно-то? Мне нужны плакаты. Нет тут никаких плакатов. А Латрик? Где он? Ах, небось там же, где и всегда. Спускает последние деньги на скачках у Вигель Будов. Ну, видишь, а мог бы сказать всё сразу. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! Знаешь, если задуматься, то ты права. Да, стиль будуара прекрасно подходит к обороне. А что с Латриком? Ты принёс плакаты? Латрик сказал, что сам их занесёт. Отлично. Это будет лучшая реклама для хамелеона. Ты не говорил, что хочешь сменить название? Да. Шалфей и розмарин совсем неплохо, но это напоминало ресторацию с темерской кухней и с официантками в народных костюмах. Хамелеон больше подходит к оборы, ну и явно намекает на то, что характер самого места изменился. Потом хамелеон и звучит как-то лучше. Что с хореографией? Вы приготовили что-то особенное к открытию? Скорее не мы, а Полли. А она просто сокровище. Прибежала, сразу построила девушек. После премьеры публика на коленях будет рыдать от восторга. Я уверен. Ну, кажется, всё готово. Когда открытие? Скоро. Через час генеральная репетиция. Я только заскочу домой за платьем. Спасибо за всё. А, мелочи. Кажется, моя мечта о кабаре вот-вот исполнится. Так, может, отметим? Я угощаю? Почему нет? Вот это я понимаю. Мастер говорил, что ты разговаривал с Присциллой. Разговаривал. А она говорила что-нибудь обо мне? После разговора с ней я сделал вывод, что она не вполне нормальная. Что? Что ты ответственный и твёрдо стоишь на земле. Ты меня разыграешь? На этот раз нет. Мне интересно одно. Как тебе удалось вытянуть деньги у схоластики? Ну, было нелегко. Её так раззадорило это наше представление, что мне четыре часа пришлось читать ей плащ и шпагу. То есть вы не... Да ты с ума, что ли, сошёл? За кого ты меня принимаешь? Опознавая. Ну, конечно. А ведь знает, как важен для меня этот меч. Я твое дело знаю. Может, она прихорашивается как-нибудь посудой. Это требует времени. И правда. Женская тщеславия не знает границ. Мастер-лютик! Пресс-сила! Она... Что? Говори уже! Она тяжело ранена. Кто-то на неё напал и ранил. Её забрали в госпиталь Вильмерия. Напал? Ранил? Я иду. Геральт! Сходишь со мной, пожалуйста? Конечно, пойдём. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Боги! Престыла! Она же... Она же будет жить? Наверняка. Состояние тяжёлое, но стабильное. Простите, вы её родственник? Родственник? Нет. Друг. Очень близкий друг. Лютик, верно? Она звала вас, когда приходила в себя. Йоахим фон Грац. Начальник хирургического отделения. Хватит этикета. Что с ней, кроме глаза? Сотрясение мозга. Отёк. Надрез на горле. Внутренние ожоги в области глотки и пищевода. Её напоили какой-то кислотой. То есть это было не ограбление? Нет. Скорее, это дело рук безумца. Причём не первое. Откуда такая уверенность? Я уже видел подобные раны. Они весьма примечательны. Собственно, даже на этой неделе в мертвецкой оказалось тело с аналогичными повреждениями и вырванным сердцем. Вырванным? То есть Присцилла тоже могла... Этим кто-то занимается? Это Новиград. Здесь на кострах горят только невиновные. Геральт, я знаю, что у меня перед тобой сто неоплаченных долгов, что ты спасаешь мою шкуру в среднем раз в год, но я обязан тебя об этом попросить. Найди ублюдка, который с ней это сделал. Найди и убей. Тебе не придётся меня уговаривать. Пойдём подумаем, что делать дальше, потому что... Я бы рекомендовал осмотреть тело предыдущей жертвы, о котором я упоминал. Вскрытий ещё не было, но его результаты вполне возможно могли бы навести вас на след. Чему вы удивляетесь, господа? Как врач я знаю, насколько важна профилактика. Вместо того, чтобы ждать новых жертв этого психопата, я бы предпочёл его удалить. Как опухоль. С тем только, что опухоль, как ты верно её назвал, не будет спокойно ждать, пока её удалят. Спасибо за помощь. А ты, должно быть, не знаешь, во что ввязываешься. Прекрасно знаю. И уверяю, что смогу за себя постоять. Легко такое говорить, особенно если всю жизнь держишь в руке скальпель, а не меч. Взгляните на этот шрам. Знаете, что оставляет такие следы? Кистень. Или Моргенштерн. Думаете, меня ударили за операционным столом? Нет? Повторюсь, я знаю, что делаю. И хочу помочь. Думаешь, меня пустят в мертвецкую? Через главный вход? Разумеется, нет. Но туда можно пройти каналами. И часто вы туда спускаетесь, уважаемый доктор? Настолько, насколько этого требуют профилактические действия. Я вижу, ты практикуешь интересные методы лечения. Довольно агрессивные, я бы сказал. Поговорим об этом по дороге. Вы готовы? Нет, сперва я должен кое-что доделать. В таком случае встретимся в Зимородке. Я буду вас ждать. Я достану его, Лютик. Будь это хоть самый иерарх Хемельфарт. Спасибо.